Привет от Полонского и слава Украине! Ребята, американцы ввели новые санкции. Точнее, это не новые санкции, это к старым санкциям добавили новых фигурантов. Как юридических, так и физических лиц. Речь идет о 13 физических лицах и 23 организациях. Среди которых завод Микрон в Зеленограде, НИИ Молекулярной Электроники, завод Фотон в Саранске и еще целый ряд предприятий. Что интересно, на этот раз я только что полез на оригинал этой статьи на сайт Американского Министерства Финансов и обратил внимание на одну очень интересную вещь. Американцы начали добавлять, то есть они подсанкционные, есть санкции, да, и в них добавлено было сразу, допустим, 500 предприятий и там 200 лиц. Вот под эту санкцию. А потом, ну а там обусловлены условия, при которых под эти же санкции попадает еще кто-то. В случае, если он делает то-то, то-то и то-то. И вот, вот эти 23 организации и 13 лиц попали как раз под санкции, которые были объявлены раньше. Что интересно, что под санкции начали попадать, и знаменательно, что под санкции начали попадать компании, зарегистрированные в Соединенных Штатах Америки. На Мальте, еще где-то, да, в Сингапуре, например. То есть компании, которые де-факто принадлежат через подставных лиц, через целую систему там фирм-прокладок, принадлежат де-факто России, но физически находятся зарегистрированные, я же говорю, Сингапур, Мальта, вот Соединенные Штаты Америки. Вот эти компании начали попадать под санкции. И это большой сигнал и большой свисток для тех, кто думает, что они там пооткрывали компанию где-то за бугром. Эта компания будет продолжать работать. Материнская компания, хрен с ней она под санкциями. А вот они такие хитрые, такие умные, создали компанию где-то в Швеции, я не знаю, или в Парагвая. И вот эта компания из Парагвая как раз и будет колотить бабло. Не будет. Влетит она под санкции как миленькая, и все это дело забанят. И вот сегодняшний день как раз это все и показал. Слава Украине!